Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. На всякий пожарный. Какие нарушения выявила прокуратура в барнаульском ДК Сибенергамаш? Пришли домой, а замки поменяли. Ключ вставляется и не поворачивается. Почему ипотека оставила барнаульскую семью Тончинских на улице? Время исцеления. Сколько купели, откроется в крае в день крещения. Жители села Тюменцево почти неделю живут без воды. Сразу четыре улицы оказались отключены от горячего и холодного водоснабжения. Луговая, Озерная, Столбовая и Барнаульская. На них проживают около тысячи человек. По их словам, в системе водопровода произошел порыв. Но место утечки специалисты до сих пор не могут установить. Вчера вечером вода была подана в дома, а напор был слабый. Сегодня утром в 11 часов снова произвели отключение воды. Так как порыв найти до сих пор не могут. И устранить его не смогли. Из-за коммунальной аварии детский сад и школа работают в сокращенном режиме. Жителям до сих пор не организовали подвоз воды. Чтобы справиться с элементарными бытовыми нуждами, людям приходится покупать воду, либо набирать ее у знакомых. Жители уже обратились в прокуратуру, так как по закону возобновление подачи холодного водоснабжения в результате аварии не должно превышать 24 часов. Больше 6 часов оставались сегодня без воды часть жителей центра Барнаула. Рано утром на проспекте Комсомольском произошла авария. Лопнула водопроводная труба на водоводе диаметром 300 мм. Вода затопила проезжую часть. Дорожным службам пришлось срочно убирать наледь. На время ремонта от водоснабжения отключили в общей сложности 28 строений. К часу дня коммунальщикам удалось вернуть воду в 16 частных домов. Ближе к вечеру в административные здания и многоэтажки. Отметим, за последние сутки в Крае это не первая коммунальная авария. Вчера вечером в Бийске жители улиц Социалистическая, Ленинградская и Васильева оставались без тепла и горячей воды из-за порыва на теплотрассе. Аварию удалось устранить лишь к середине ночи. Напомним, трубы начали рваться в городах Края с первыми морозами. Наиболее частой причиной называют сильную изношенность сетей. В начале декабря в Барнауле из-за порыва теплотрассы без тепла на несколько дней остались больше полусотни жилых домов, школы, детские сады и медучреждения. Но и тема теплоснабжения сегодня стала одной из основных в правительстве региона. В этом году в Крае планируется провести масштабный ремонт теплосетей, увеличить объем грузоперевозок по АБИ и уже в апреле определить подрядчиков на реконструкцию дорог. Проблема в Змейногорске не должна повториться. Напомним, в ноябре без воды в городе осталось более 2000 домов, а без отопления – 250. Тогда губернатор Виктор Томенко назвал ситуацию вредительством. Сегодня министр промышленности и энергетики Александр Климен подчеркнул, что новая схема теплоснабжения позволит избежать подобного. Туда должны войти основные моменты, которые уже вы определяли на оперативных совещаниях и на рабочих совещаниях в части усиления материально-технического состояния наших сетевых компаний с целью сокращения аварийности и с целью повышения надежности работы электросетевого комплекса. Кроме того, в этом году почти в три раза увеличится финансирование на ремонт и реконструкцию тепломагистрали. В основном это коснется столицы края. Власти региона и специалисты СГК скорректировали инвестиционную программу. В Барнауле на ремонт теплосетей направят 700 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Работы начнут в мае. А на этой неделе стартуют конкурсы на капитальные ремонты и строительство автомобильных дорог. К концу апреля все контракты должны быть заключены. Губернатор поручил ввести данную работу максимально открыто. Надо опубликовать эту информацию, довести до широкой общественности, чтобы все понимали, что там и там будем выполнять работы. И желательно примерно привязаться к срокам. А вот сохранить существующее дорожное полотно частично поможет увеличение грузоперевозок по АБИ. За последние три года увеличилось практически в три раза грузооборот по реке поднять. С 350 тысяч тонн до 910 закончили этот год. Это позволяет нам снизить нагрузки на дороги, которые есть, и выполнить поручение президента по переориентации перевозок транспорта. В ближайшее время власти края планируют подписать соглашение с руководством Верхнеобского водного управления по развитию речного транспорта. Евгения Даровская, Наши новости. Весной под воду может уйти треть районов Алтайского края. Сегодня в правительстве региона прошло первое в этом году селекторное совещание, посвященное подготовке к предстоящему паводку. Еще накануне заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко рассказал журналистам, что этой весной от половодия может пострадать около 20 алтайских районов. А сегодня во время селектора с главами территории, которые находятся в зоне риска, был дан старт подготовки к возможному ЧАЭС. До руководителя администрации районов довели план действий в случае наводнения. Среди первоочередных задач прогноз ситуации и своевременное оповещение населения. Отметим, паводок 2018 года назвали самым разрушительным за последние 35 лет. Он затронул 128 населенных пунктов края. Общий ущерб составил миллиард рублей. Барнаульский дворец культуры Сиба-Наргамаш могут закрыть из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Прокуратура железнодорожного района направила документы в суд. Заседание состоится на днях. Насколько обоснованы претензии и действительно ли находиться в одном из старейших ДК Барнаула опасно для жизни, расскажет Елена Кузовкина. На ваших экранах фрагмент сюжета 2010 года. Тогда после трагедии в Пермском клубе «Хромая лошадь» по всей России начались массовые проверки увеселительных заведений и дворцов культуры. Под раздачу попалы Барнаульский Сиба-Наргамаш. На время его закрыли. Комиссия выявила более 20 нарушений правил пожарной безопасности. Все недочеты на тот момент устранили, но с годами появились новые, на десяток больше. На путях эвакуации имелась торговля. Собственник здания не устранил данные нарушения. В ноябре 2018 года было проведено контрольное мероприятие. Были выявлены нарушения, касаемо данного пункта. В связи с чем в декабре 2018 года было направлено соответствующее исковое заявление в суд. Только вот для представителя собственника это стало большой неожиданностью. По словам Вячеслава Тугулукова, для исправления недочетов еще достаточно времени. Не официально, это значится в предписании, до 1 апреля. К чему такая спешка, он не знает. Из 8 пунктов у нас осталось, не выполнено всего, по-моему, там 2 пункта, но они у нас в работе. Нашу съемочную группу в здании Дворца культуры, хотя культурным это заведение назвать сложно, как будто ждали. От шубных ярмарок и всевозможных торговых ларьков ни следа. Но вы убрали, да, торговые площади? У нас нет торговли. У нас есть выставочная площадь. Ну, как те же самые же выставки у нас проходят в других дворцах. Они приехали 2 дня. К выходам для эвакуации пройти можно, вот только поддаются двери не всем, говорят, замерзли. Что же касается противопожарной сигнализации, то ее привели в соответствие. Гидранты в рабочем состоянии, огнетушителей достаточно. На устранение всех выявленных еще в прошлом году недочетов потребовались большие деньги, уверяет Вячеслав Тугулуков. И это при том, что прибыли ДК Сибынаргамаш совсем не приносит. Сам объект по себе, он очень убыточный. Вся арендная плата, которую собираем здесь, ну, ее даже не хватает, чтобы оплатить коммунальные платежи. Все творческие коллективы нам аренды там приносят, ну, там, 100 тысяч рублей, а одно отопление стоит 460. На сегодняшний день в ДК Сибынаргамаш помещение арендует 23 организации. И здесь же занимаются 5 творческих и спортивных коллективов. На всякие пожарные никто вещи не собирает. А между тем, уже 17 января железнодорожный районный суд города рассмотрит требования прокуратуры о закрытии этого здания. После первого судебного заседания назначат контрольную проверку. По ее результатам и будет принято решение о дальнейшей судьбе Сибынаргамаш. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Алтайским заемщикам будет сложнее получить онлайн-кредит. Центробанк ввел целый ряд ограничений к потребительским займам. Особенно ужесточены условия работы микрофинансовых организаций. Изменения в закон о потребительском кредите внесла Госдума России. Одно из нововведений – это уменьшение суммы долга, которую могут взимать банки и микрофинансовые организации. Если сегодня они вправе потребовать с неплательщика сумму, которая больше размера займа в три раза, то с конца января в два с половиной раза, а с июля этого года всего в два. Изменился и максимальный процент по быстрым кредитам. Сейчас за каждый день займа организация может накрутить два процента, а с конца января не больше одного. Ряд ограничений ввели для так называемых черных кредиторов и коллекторов. Если у них нет лицензии, они не числятся в официальном реестре, то не имеют права требовать долги по кредитам. Что касается заемщиков, то им теперь станет сложнее одалживать деньги онлайн. То есть микрофинансовая организация может потребовать теперь селфи-заемщика на фоне своего паспорта. Микрофинансовая организация может также потребовать с онлайн-заемщика заверения паспорта, либо нотариусом, либо собственной подписью. Также она может проверить данные паспорта по базам Министерства внутренних дел. Есть изменения в отношении банковских депозитов. Независимо от экономической ситуации, по ним нельзя будет уменьшать процент. Добавим, что нововведения вступают в силу 28 января. А вот у героев нашего следующего сюжета все же возникли серьезные трудности с выплатой ипотеки. Прямо перед Новым годом барнаульскую семью выставили с квартиры на мороз. Заемщик уверяет, банк искусственно загнал его в яму, насчитав бешеные штрафы. Почему для семьи с двумя детьми Новый год начался с такого подарка, разбирался Александр Захаров. Занимали полтора миллиона, выплатили два с половиной, но теперь остались без жилья и с большим долгом. Семья Тончинских взяла квартиру в ипотеку на 15 лет. Из них почти 10 платили исправно. По словам главы семьи Дмитрия, они не требовали снизить ежемесячный платеж, а лишь просились перенести дату внесения с 7 числа на 22 ближе ко дню зарплаты. Им отказали, но они все равно гасили по-своему. Банк считал это просрочки, начислял пений, долг рос, затем суд и квартиру выставили на торги. Дмитрий через суд добился от срочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но неожиданно приехали незнакомцы и заявили, что квартира продана. Мы собирали в это время деньги, то есть мы деньги уже в принципе собрали. 14 января 2018 года нам принесли документ, уже показали, что квартира на новом собственнике и продана она в ноябре. Они четко тогда сказали, что в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации. То есть мы отжали так уже 12 квартир. Тогда гости уехали, а уже в конце этого года вернулись, вскрыли дверь и поставили свои замки. 28 декабря хозяева пришли домой и обнаружили, что ключи не подходят. Незнакомый голос за дверью предложил убраться вон. Ключ вставляется и не поворачивается. У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы. Мы как ушли на работу, мы остались в принципе в том, что были. Даже если бы это был новый собственник, он должен был прийти с судебными приставами, с полицией. Причем до этого судебные пристава должны были дать нам ознакомиться с исполнительным производством. Ну и так далее. То есть начали объяснять, полицейские нас послушали и говорят, нет, мы здесь ничего делать не будем. Как, несмотря на срочку суда, новый собственник смог купить квартиру на торгах? Дмитрий Точинский считает, что сотрудники службы безопасности банков могут действовать в связке с торговцами, арестованным имуществом. У него есть информация, что новый хозяин неоднократно покупал на аукционах квартиры в залоге. По мнению адвоката Татьяны Паниной, Точинского могло смутить, что квартиру продали и его не уведомили. Но если бы он внес деньги до окончания срочки, то имел бы все шансы сохранить жилье и торги бы признали незаконными. Сказать, что сотрудники банка смошенничали, мы не можем. Конечно, здесь существует какая-то взаимосвязь. Она прослеживается. То, что человека выселили, причем не по решению суда, а просто наглым образом, вот в этой части, я считаю, нарушены все его права. И очень часто случается, что правоохранительные органы стоят в стороне. Семья Танчицких заявляет, что будет бороться до последнего. Впереди касаться Верховный суд. А пока приходится жить в съемной квартире, арендовать которой помогли неравнодушные люди. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости. 67 купелей оборудуют в крае к субботе. В краевой столице самый крупный крещенский городок по традиции построят на речном вокзале. По сообщению госинспекции маломерных судов, толщина льда на берегу Аби сейчас в среднем 43 сантиметра. Это значит, что одновременно на площадку смогут выйти 50 человек. И, как уверяют специалисты, даже относительно теплая погода, которую уже обещают синоптики, не повлияет на толщину льда. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и в ближайшие дни дадут заключение, соответствует ли она санитарным нормам. В субботу во всех санкционированных местах купания будут дежурить спасатели, бригады врачей и полиции. Всего в крае безопасность будут охранять почти 600 человек. Кстати, решиться на крещенскую процедуру медики советуют только подготовленным людям, чтобы не обморозиться и избежать шока. А какой будет погода в среду, узнаете прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 16 января в крае ясно и тепло. В Славгороде и Камни на Обе около 8 градусов мороза. В Бийске, Заринске и Белокурихе – минус 6, и всего 3 градуса ниже нуля в Рубцовске. В Барнауле ясно, ветер юго-западный умеренный. Ночью – минус 10, днем – около 6 градусов ниже нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. Хорошего вам настроения. До встречи.